И первым мне хотелось бы предоставить слово для выступления на нашем всего лишнем митинге представителю объединенной компартии Семена Борзенко, человеку, который тоже прошел через вот эту несправедливую судебную систему России. Был осужден. Дорогие друзья, мои три года закончились. Три года условно. Знаете, как говорят в судах, уже не скрываясь. Особо жалуетесь. Если вам дали условно, значит считаете, что вас оправдали. Потому что никаких других оправданий по уголовным делам в наших судах не бывает. Это одно из самых неприятных следствий вот той абсурдной ситуации, которая творится с российским судопроизводством. И во многом связано с характером формирования судебного корпуса. Просто в судах я оправдываю. Повторяю, это никто не скрывает. Если вы не смогли решить все вопросы на уровне следствия предварительного. Если вам предъявили обвинение, если вы из подозреваемого стали обвиняемым, прокуратура утвердила объявительное заключение и передала его в суд. Все. Если вы не виновны, это будет очевидно. Вы получите условно. Если вы виновны, то там уже будет реальный срок. Поэтому, если у вас есть знакомые, которые получали условно, в 50% случаев, как минимум, это просто люди невиновные. И суд это, по сути, признал. Причина. Причина очень простая. Судейские люди, они очень хорошо обеспечиваются государством. Они очень богатые. Они считают себя частью чиновничьего аппарата. То есть, они не считают себя представителями общества, которому общество поручило выносить вердикт по различным делам. Уголовным, административным. Они считают себя частью государственной чиновничьей системы. Я бы даже сказал правоохранительной системы. Очень многие судьи, это выходцы из прокуратуры, из следственного комитета, из полиции. Они сохранили связи. Они женят друг на друге своих детей. Они вместе парятся в банях. Им хорошо. То есть, суд это просто одна из колес, вот той телеги, которая катится по правам и свободам человека. Телеги, у которой другие колеса тоже всем известны. Полиция, следственный комитет, прокуратура. Ну, ФСБ мы даже сейчас трогать не будем. Хотя, наверное, тоже можно считать ее каким-то колесом. И это на самом деле ужасно. Это приводит к тому, что даже мечтать о каких-то там демократических правах государства, о которых там рассказывают много лет уже, ну, не приходится. Или вот меня тоже очень смешит эта тема, когда наши некоторые правительственные чиновники говорят, ну, вот там инвестиционный климат надо повышать. Ну, ребята, ну, хорошо, даже вот вы капитализм строите, хотите привлекать сюда инвесторов. Какой инвестор пойдет в страну, где вопросы собственности имущества решаются не по закону, а просто потому, как кто занес, кто как договорился. Или вот утечка мозгов, молодежь хочет уезжать. Да, нормальная, здоровая молодежь, она просто не хочет жить в стране, где опять-таки ты не можешь защитить себя в суде. Ведь суд, он не только для того, чтобы судить, осудить виновного. Но суд, он должен быть для того, чтобы защитить невиновного. У нас крайне низкий уровень предварительного следствия. Вот те, кто сталкивался не только с судебной системой, но и с системой полицейского дознания, системой, как бы, следствия, следственных, значит, отделов, следственных комитетов, они знают, там работают молодые девочки, мальчики, зачастую еще студенты юридических, даже могут быть не государственных вузов, там огромная текучка, они далеко не Пинкертоны, не Шаллаки Холмса, в большого счета рядом с ним Лестрид, это просто гений сыска. То есть они никаких реальных следственных действий не проводят. То есть дела, которые передаются в суд, они крайне некачественные. И если была бы нормальная состязательность в суде, то опытные российские адвокаты, а среди них действительно существенно грамотных людей, они бы вот эти безумные некачественные дела, они просто разбивали бы в судах. И людей бы оправдывали, и процент был бы, конечно, не такой, как сейчас оправданных. Ну а следствие-то этого очень было бы простое. Что такое оправданный человек? То есть, по сути, незаконно привлеченный к уголовной ответственности. Ему государство должно компенсировать деньгами. Раз. Второе. Прокурор, который подписал следственное, значит, это объединительное заключение, получает служебное несоответствие. И по поводу программы имеют, извините за это выражение, тех сотрудников следственного комитета, или дознавателей, которые вели предварительное следствие. То есть, их тоже служебное несоответствие, лишение премий, увольнение, наказание их начальства и так далее. То есть, таким образом, суд, оправдывая человека, ну, как бы ссорится со своими другими колесами вот этой вот правоохранительной, так называемой, телек. О них, они хотят ссориться, им гораздо проще отсудить человека, и, в общем, как бы, и потом спокойно продолжать дружить с прокурорскими и следственными людьми. Будет ли избрание народом, судей, решением всех вопросов, а мы это требование сегодня заявляем, наверное, всех вопросов это не решит. Наверное, это только одна из важных частностей, о которых мы должны говорить, разбираясь в правоохранительной системе Российской Федерации. Однако, если мы добьемся увеличения элементов вот избираемости в судебном корпусе, хотя бы постепенного, хотя бы где-то, хотя бы как-то, конечно, эту ситуацию улучшат, эта ситуация ну, потихоньку начнет переворачивать. Поэтому, думаю, что наш митинг сегодня будет не последним мероприятием, которое пройдет под лозунгом. Судей надо выбирать. И мы просим наших товарищей, активистов, гражданских, политических из других регионов поддержать нашу позицию и провести аналогичные мероприятия. А мы здесь, в Питере, я думаю, что еще не раз соберемся в разных самых формах и будем отстаивать вот эту идею перед властью, требовать и привлекать народ к реализации этой идеи, чтобы она овладела массами. Вот эта идея. Потому что многие даже и не задумываются вообще, откуда борются судьи. А надо, чтобы задумывались. Вот такие дела. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо, Семен. Поехали. Продолжение следует...